Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первый Видео Авторынок. Мы продолжаем нашу серию коротких технических обзоров на тему, на что обращать внимание при покупке того или иного поддержанного автомобиля. Кстати, если вы еще не подписались на наш канал, советую вам это сделать, чтобы не пропустить новые интересные обзоры, каждый из которых может оказаться полезным именно вам. В ближайшее время на канале вы сможете увидеть такие автомобили, как Honda Step-Wagon в кузове RK5, также у нас появится Forester в кузове SH, который неоднократно спрашивали наши подписчики в комментариях. Ну а герой нашего сегодняшнего обзора Subaru Forester SJ, четвертое поколение. Встречайте! Наш сегодняшний пациент это Subaru Forester 2013 года выпуска с мотором объемом 2 литра, полным приводом и механической, что не так часто встречается, коробкой передач. Вообще, четвертое поколение Forester в кузове SJ встало на конвейер в октябре 2012 года. Автомобиль выпускался по 2019, был рестайлинг в 2016 году, также компания Subaru постепенно вносила некоторые изменения в конструкцию, несколько различались мощностные характеристики автомобилей для японского, для европейского рынка и так далее. Но если вы будете искать Forester, проданный по каналам официальных дилеров, то, скорее всего, ваш выбор сведется к трем вариантам двигателя. Атмосферный мотор объемом 2 литра, атмосфера 2,5 литра, либо турбомотор объемом также 2 литра. Про двигатели мы поговорим чуть-чуть попозже и поподробнее. Ну а пока, по традиции, в начале обзора пару слов о кузове. И про Forester SJ на самом деле здесь говорить особо нечего. Качество окраса на фориках четвертой генерации не подкачало. Покрашен он достаточно качественно, но даже если где-то и образуются сколы, возможно, даже сколы с вмятинами, автомобиль очень не торопится ржаветь. Причиной тому является оцинковка кузова. Данный автомобиль имеет не только оцинкованный, скажем так, остов, скелет, но также оцинкованы у него и внешние панели. Это двери, передние крылья, задние крылья, крышка багажника. Не оцинкованы здесь только крыша и капот. Капот на данных автомобилях выполнен из алюминия. Так что, если автомобиль не был завязан в узел при ДТП и впоследствии вытянут и восстановлен, проблем с коррозией на данном автомобиле вы должны избежать. Так что при осмотре понравившегося вам подержанного экземпляра стоит скорее обращать внимание на следы ДТП на автомобиле. Ржавчина на них встречается очень и очень нечасто. Итак, переходим к осмотру подкапотного пространства Форика и к диалогам о двигателях, которые устанавливались под капот этих автомобилей. Для российского рынка под капот Форестера могли ставиться три бензиновых двигателя. Первый это мотор с индексом FB20 мощностью 150 лошадиных сил, двухлитровый, как в нашем случае. Также была версия объемом 2,5 литра, FB25 мощностью уже 170 лошадиных сил. И также под капотом Форестера не особо часто, но встречаются моторы, которые носят индекс FA20D и T. Это мотор турбовый, мощностью 241 лошадь. Если вы смотрите автомобиль не на предмет погонять, а на предмет эксплуатации его каждодневной и продолжительной, скорее всего турбомашины вас интересовать не будут. Но пару слов про турбодвигатель на этой генерации Форей, конечно, стоит сказать. В целом ресурс турбомоторов на Форестерах четвертого поколения это порядка 150-170 тысяч километров пробега до возникновения первых проблем. Конечно, все будет зависеть от того, в каком режиме владелец его эксплуатирует. Но по особенностям турбомотора в данном случае стоит отметить, что двигатель FA20D и T прямовпрысковый, соответственно, там есть ТНВД, форсунки высокого давления, есть турбина. По большому счету каких-либо вопросов особых по турбомоторам здесь нет. Единственное, любят они качественный бензин. Лучше, конечно, 98-й. Очень боятся перегрева. Но в целом и в общем владельцы таких автомобилей эксплуатируют их без каких-либо особых заморочек. Но двигатель с турбонаддувом оставим любителям этих самых турбонаддувов. И перейдем теперь к диалогам о более приземленных гражданских вариантах атмосферников. Итак, что собой представляет FB20? В данном случае мы имеем четырехцилиндровый оппозитный двигатель. Блок цилиндров здесь выполнен из алюминия с чугунными гильзами. Мотор четырехвальный, по два распредвала на каждую голову. Приводится ГРМ здесь цепью. Цепь необслуживаемая, по заверениям производителей. Ну и из практики случаев растяжения этой самой цепи и ее замены до, скажем так, капиталки мотора, на нашем веку, как говорится, не встречалось. Может быть, кто-то с этим и сталкивался. Если так, напишите в комментариях. По данному мотору стоит также упомянуть, что двигатель этот фазный. Система АВЦС, так Subaru называется, системы изменения фаз газораспределения, здесь присутствует. Впрыск на FB20 обычный распределенный. Никакого ТНВД здесь нет. Также Subaru здесь применяет пускной коллектор пластиковый с TGV-заслонками, так называемыми. Система призванная побороться за экологию. И, по большому счету, про этот мотор стоит сказать два слова. Что касается особенностей и каких-либо болячек двигателя FB20, ну, здесь надо сказать, что в этом поколении моторов Subaru избавились от ставшего уже поводом для анекдотов стука четвертого цилиндра. Стучат эти моторы крайне и крайне редко, но очень любят подтекать маслом. И самый основной момент, где вы можете с этой течью масла столкнуться, это течь масла под лобовиной двигателя, то есть под крышкой, которая прикрывает механизм ГРМ. Сверху вы ее, как правило, не увидите, проявляется она в виде мокрящего переднего торца двигателя. Течь эта может образоваться где-то уже к 80 тысячам километров пробега, у кого-то 100-120, но к 120, как правило, уже гарантированно потечет. Связано это с тем, что, собственно, герметик на лобовине со временем подсыхает. Ускорить появление этой проблемы поможет, в кавычках, систематический перегрев двигателя, либо эксплуатация его в слегка подогретом состоянии. Надо отметить, что для FB20 и конкретно для кузова SJ проблема перегрева мотора, она достаточно актуальна. В плане того, что Subaru убрали с приборной панели стрелочный указатель температуры, соответственно, нормальный режим работы двигателя это 106 градусов. На практике сигнальная лампа перегрева загорится, когда температура достигнет 130. То есть, если вы никогда не следите за частотой радиаторов, не имеете привычки систематически их чистить, то вы можете долгое время эксплуатировать автомобиль, скажем, в слегка подогретом состоянии градусов на 115-120. Видеть этого вы не будете. Но негативные последствия можно словить. Поэтому, если вы покупаете Forester, обратите внимание на то, как предыдущий владелец следил за системой охлаждения. То есть, если вы смотрите машину, где все радиаторы наглухо забиты грязью, уделите больше внимания состоянию двигателя. Перегрев для данного мотора также чреват закоксовыванием, залеганием поршневых колец маслосъемных, после чего двигатель начинает активно и активно подъедать масло. Что касается каких-либо норм расхода масла для данных двигателей, то если ваш FB20 на интервал замены, это порядка 7-7,5 тысяч километров, съедает 500-700 грамм, то есть половину уровня по щупу беспокоиться не о чем, это абсолютно нормальный стандартный расход масла для данных моторов. Естественно, если вы будете эксплуатировать автомобиль, скажем так, динамично, то есть постоянно его крутить, эта цифра может слегка подрасти. Если будете эксплуатировать автомобиль спокойно, то, в принципе, вы можете практически и не увидеть изменение уровня на щупе. Также к особенностям данного двигателя стоит отнести отсутствие гидрокомпенсаторов, зазоров клапанов, соответственно, регулировку клапанов выполнять придется вручную. Что касается ресурса данных силовых установок, для FB20 ресурс двигателя до появления первых каких-либо требующих к себе внимания проблем, это порядка 150-200 тысяч километров пробега, в зависимости от режима эксплуатации в среднем. Для FB25 чуть больше, 200-250 тысяч. Здесь имеется в виду не выход из строя поршневой группы, когда надо вытряхивать все из блока и делать полноценную капиталку мотора. Имеется в виду пробег, который этот двигатель способен проехать без появления течей, подтеков, каких-либо масляных соплей, которые впоследствии придется устранять. Соответственно, при осмотре автомобиля снизу, помимо течи по лобовине, также обратите внимание на, ну, к сожалению, ставшие традиционным для Subaru, сопливающиеся прокладки головок блока цилиндров. То есть обязательно проконтролируйте, дабы сходу при покупке автомобиля не попасть на замену этих прокладок, соответственно, с частичным разбором двигателя, с демонтажом головок блока. Теперь поговорим о коробках передач. На Форестере вы можете встретить как шестиступенчатую механику, что бывает нечасто и, как правило, на более простеньких комплектациях, либо автомобиль будет укомплектован вариатором. Причем вариаторов на данный автомобиль устанавливалось две разновидности. Первый назывался TF850 и ставился на атмосферные моторы. Второй TR690 устанавливался на версии с турбонаддуом. Причем этих самых версий TR690 насчитывалось не менее шести разновидностей. Что касается данной трансмиссии, фирменная, субаровская, наименование этих вариаторов Lineartronic, вариаторы эти цепные, ресурс очень и очень неплохой, особенно по меркам вариаторных трансмиссий они способны выходить свыше 150 тысяч километров пробега, а в иных случаях и, скажем так, выходить цифру равную, а то и превосходящую ресурс двигателя на данном автомобиле. Что касается особенностей вариатора, на форстерах чаще прочего попадаются две вещи, на которые стоит обратить внимание. Первую вы можете проконтролировать на тест-драйве, а вторую при осмотре на подъемнике. Первый момент связан с проблемой, которая исходит из гидроблока управления вариатором, соответственно, связана она с выходом из строя соленоида блокировки гидротрансформатора. Проявляется данная проблема в виде толчка при плавном наборе скорости, чаще всего где-то в диапазоне от 40 до 50 километров в час, но бывает также и в районе 60, либо 20 километров в час. То есть вы начинаете разгоняться, и в тот момент, когда автомобиль выходит на прямолинейное движение, должна произойти блокировка гидротрансформатора, вы получаете хороший ощутимый толчок. Данная проблема решается, собственно говоря, снятием поддона, извлечением гидроблока и заменой одного-единственного соленоида, блокировки гидротрансформатора. Причем, в отличие от автоматических коробок серии 5 ЕАТ, которые ставились на автомобили Subaru предыдущих поколений, в данном случае имеет место не физический износ самого клапана, а скорее проблема связана в большинстве случаев с его обмоткой. Соответственно, клапан можно либо перемотать, либо поменять на новый, и проблема уйдет. И это достаточно недорого, если мы говорим о порядке цифр за ремонт коробок передач в целом на любых автомобилях. Второй момент, связанный с коробками передач на фориках, в основном это относится к вариатору TR690, который стоит на турбо-версиях. Пробегом порядка 100 тысяч километров на них может начать сопливиться маслонасос коробки. Соответственно, вы увидите масляное отпотевание, либо уже будет течь на стыке корпуса коробки передач и двигателя. То есть, некоторые могут принять ее за коренной сальник, но дело может быть не в самом коренном сальнике, то есть, а в сальниках со стороны коробки. Эта проблема действительно встречается достаточно нередко на турбомашинах, но также не шибко дорогая устранение. Единственная заморочка, конечно, связана с тем, что придется, соответственно, демонтировать коробку передач. Что же касается самой нутрянки вариатора, то каких-либо вопросов и проблем с ней не возникает в течение долгих и долгих сотен тысяч километров пробега. И перед тем, как перейти к осмотру форика на подъемнике, стоит сказать пару слов о рулевой рейке. Рейка здесь электрическая, соответственно, это минус одна головная боль с подтекающими шлангами системы гидроусилителя руля, бачками, насосами и так далее. Но рейка имеет одну не очень приятную особенность. К пробегам порядка 70-80 тысяч километров на новых автомобилях рейка могла начинать стучать. Связано это было, как правило, с втулкой рейки. И вот в данном случае стук в рейке это повод не поменять ее на контракт, как вариант, а скорее сделать. Это более правильное решение, поскольку ремонт рейки на форике данной генерации это не просто ремонт, а как бы усовершенствование заводской не очень удачной конструкции. И ремонтированная рейка с ремонтной втулкой будет служить вам гораздо дольше и каких-либо проблем с ней в дальнейшем у вас уже долгое время не будет. Итак, переходим к осмотру форестера на подъемнике. В первую очередь, естественно, обратите внимание на то, чтобы по двигателю везде все было сухо, то есть проконтролируйте отсутствие течи по лобовине двигателя. Посмотрите, чтобы не было сырым и тем более не висело никаких капель на месте стыка коробки передач с двигателем. И также обратите внимание на то, чтобы не было течи масла ни по прокладкам клапанных крышек, ни тем более не потели, не сопливились прокладки головок блока. Дабы сразу после покупки автомобиля не отправиться их менять. Прокладки недорогие, но замена, как водится, не из дешевых. Что касается подвески Subaru Forester SJ, подвеска здесь достаточно крепкая. До 100 тысяч километров в ней могут потребовать внимания к себе в основном стойки и втулки стабилизаторов аферичной устойчивости. Но это расходники свыше 100 тысяч километров. Здесь уже люди сталкивались с необходимостью замены ступичных подшипников. Подшипники на форях этой генерации выполнены в сборе со ступицей, меняются целиком. Также надо отметить хороший ресурс сайлинг-блоков передних рычагов. Порядка 100 тысяч километров пробега до появления первых проблем. Столько же служат и шаровые соединения. Здесь все очень и очень неплохо. Что касается задней подвески, на форике 4-й генерации у нас применяется многорычажка. Соответственно, здесь присутствует большое количество сайлинг-блоков, состояние которых необходимо также проконтролировать при осмотре вашего экземпляра на подъемнике. Что касается задней подвески, здесь также стоит отметить те же самые втулки и стойки стабилизатора заднего, который существенно тоньше и слабее, чем передний. Также стоит отметить, что после 100 тысяч километров некоторые владельцы сталкивались с необходимостью замены, соответственно, шрусов. И в данном случае стоит предостеречь от приобретения дешевых аналогов. Лучше воспользоваться либо, если есть такая возможность, естественно, новым оригинальным шрусом для замены, либо посмотреть в хорошем состоянии контрактный вариант. Но дешевые аналоги непонятных брендов применять себе дороже. То есть это могут быть просто выброшенные деньги. Были случаи, когда ноунейм-привод вылетал уже через 6-8 тысяч километров пробега. Также, что касается задней подвески, если вы смотрите машину с мотором FB25, то есть 2,5 литра, обратите внимание на состояние задних амортизаторов. На части фориков с 2,5 литровым мотором задние амортизаторы были с подкачкой. То есть система, призванная удерживать кузов на одном уровне от дороги, независимо от загрузки. Такая система, это, конечно, плюс к удобству эксплуатации автомобиля, но она существенно дороже при замене по сравнению с обычными нерегулируемыми стойками. На машины с моторами 2 литра и 2 литра турбо такая подвеска не устанавливалась. Что касается различий между атмосферным и турбовариантом, то на атмосферных фориках подвеска, соответственно, помягче. На турбомашинах она более зажатая, а такие автомобили пожёстче на ходу. Но каких-либо существенных различий в конструкции подвески турбо и атмоверсия на данном кузове не имеют. Ну и теперь о главном, если мы говорим о Subaru, о системе полного привода. На фориках SJ система крайне надёжна. Вопросов здесь не возникает ни к крестовинам кардана, ни к переднему-заднему редукторам, которые можно угробить, разве что целенаправленно, залив неподходящее по вязкости масло, либо поэксплуатировав автомобиль с низким уровнем ОНОВА. Так же, как и на 3-бэках, периодически владельцы форестеров, которые любят эксплуатировать автомобиль вне дороги, могут столкнуться с отказом температурного датчика перегрева заднего дифференциала. Данный вопрос решается либо заменой самого датчика, либо некоторые владельцы решают его оперативно на яме с паяльником в руках, что называется. В том же, что касается архитектуры полного привода на форике, то в данном случае мы имеем два варианта. В нашем случае коробка передач здесь механическая. Автомобиль имеет межосевой дифференциал, постоянный полный привод с распределением крутящего момента 50 на 50 по осям и вязкомуфтой, которая может блокировать этот самый дифференциал. Причем это мягкая блокировка, то есть она частичная, перекидывая часть момента с колес, которые вращаются быстро, то есть те, которые не имеют сцепления с дорогой, на колеса, которые вращаются медленнее, соответственно, между передом и задом, обеспечивая лучшую проходимость для автомобиля. Если же ваш форик оснащен вариаторной трансмиссией, то система полного привода будет аналогично таковой на Legacy Outback в кузове BRBP. Там будет применена многодисковая муфта, сцепление, позволяющее плавно варьировать передачу момента между осями. В нормальных условиях такой форик имеет распределение порядка 80 на 20 крутящего момента, либо даже 90 на 10, то есть демонстрирует повадки переднеприводной машины. Но при возникновении такой необходимости данная система может варьировать распределение момента между осями в иных пропорциях, обеспечивающих лучшую проходимость. Что касается надежности системы с многодисковой муфтой сцепления, она практически эталонная. Муфта эта находится внутри коробки передач, соответственно имеет общее с ней охлаждение. Перегреть, как-либо вывести из строя данную систему достаточно сложно. Проблемы и отказы систем полного привода на форях SJ встречаются очень и очень редко, практически никогда. Итак, какие выводы можно подвести под все вышеизложенное? Несмотря на то, что к четвертому поколению Forrester обзавелся новыми сериями двигателей, вариаторной трансмиссии, но автомобиль также остался надежным ресурсом. Двигатели, способные выхаживать свыше 200 тысяч километров пробега при должном обслуживании, а это смена масла раз в 7-7,5 тысяч и использование нормального 95-го бензина. Надежные вариаторы, одни из самых надежных вариаторов, представленных на рынке, которые также выхаживают свыше 150 тысяч километров пробега без каких-либо вопросов. Постоянный полный привод, самый высокий клиренс в классе 220 миллиметров и кузов, который великолепно сопротивляется коррозии. На мой взгляд, достаточно неплохое сочетание. И Forrester, правильно подобранный, может на самом деле оказаться тем самым рациональным выбором, за который не будет стыдно перед семейным бюджетом. Этот и многие другие автомобили вы можете найти на нашем сайте, переходите по ссылочке, также подписывайтесь на наш канал, если еще это не сделали. Если данный обзор был вам полезен, ставьте лайки, не стесняйтесь оставлять в комментариях какие-то дополнения, которые мы, возможно, упустили в рамках короткого обзора. Другим зрителям они будут полезны. Спасибо, что смотрели. Всего вам доброго, удачного дня, пока! Субтитры сделал DimaTorzok